ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Потревожусь по этому поводу. Все друзья говорят, помедитируй, подыши. Ты же знаешь техники осознанности? И это уже даже так как-то не совсем смешно выглядит. Но на самом деле, почему я, собственно, именно осознанностью начала заниматься в контексте сирот? Потому что сперва техники майнфлума помогли мне в работе в контексте сиротских учреждений. Потому что это было тяжело, это было действительно очень энергозатратно, очень тревожно. Это вводило меня в разные эмоции. И в первую очередь это помогало совладать именно собственными эмоциями. А потом я поняла, что это же можно применять и в работе с сиротами. О чем я постараюсь рассказать. Но сперва мы коснемся немножко вообще того, что происходит в пространстве социального сиротства, чтобы были некоторые представления. Вот на слайде представлены данные на 2015 год. После 2015 года уже не было статистики. И для нас важно здесь увидеть следующую статистику. Из 15 тысяч выпускников детских домов 1500 человек кончают жизнь самоубийством. Более 3000 не имеют постоянного места жительства. И около 5000 оказываются на скаме подсудимых. То есть, по нашему мнению, профессиональное сообщество сталкивается с необходимостью какие-то принципиально новые форматы работы формировать, создавать. Потому что психологическая помощь в детских домах, к сожалению, не всегда является актуальной и продуктивной. В Санкт-Петербурге. Я могу сказать, что я была в каждом детском доме Санкт-Петербурга и во многих детских домах области, как коррекционных, так и некоррекционных. Не хочу сверху вобщать. Не любим мы этого делать. Но буду давать какую-то примерную информацию того, что я наблюдала. И, к сожалению, то, что в большей степени мы видим. Мы провели с социологами в 2016 году опрос. В опросе участвовали 126 подростков, социальных сирот в возрасте от 15 до 17 лет и 27 психологов, которые работали в сиротских учреждениях. Они по-разному сейчас называются, поэтому я буду говорить детские дома, как принято было раньше. Вот воспитанникам мы задавали следующие вопросы. Как часто вы взаимодействуете с психологом? Кто является инициатором общения? И, как вы думаете, зачем нужен психолог вообще? Чтобы понять, в принципе, как работает психологическая помощь в детских домах. А психологам мы задавали вопросы. Проиллюстрируйте образ подростка остального сироты. Какой он? Насколько часто подростки вообще обращаются к вам за помощью? И как вы думаете, что их ждет в будущем? Вот. Здесь мы приводим некоторые ответы. Ну, их мало, чтобы времени не тратить. Но они так обобщают примерно вот то, что было сказано. Значит, как часто вы взаимодействуете с психологом? Это вопрос с воспитанником. Когда психологу надо провести опросы? Мы проходим их либо в классе, либо нас вызывают по нескольку человек в кабинет. Иногда мы обсуждаем что-то, но редко. Нас просят рисовать что-то по сотому разу. Мы отлично знаем результаты, ведь у нас есть доступ к интернету. Это такой чаще всего ответ, который дают ребята. К нам очень часто приходят психологи из институтов. В эти моменты этого взаимодействия становится очень много. Нас заставляют заполнять анкеты и что-то рисовать. Я не люблю это делать. То есть опять про рисунки. И где-то раз в месяц каждому из нас вызывают на беседу, спрашивают, как учеба и настроение. Это, конечно, если ничего не случилось, лично меня вызывают психологу после каждой драки. Приходится выслушивать о том, что нельзя делать и из-за чего, что из-за этого меня могут положить в больницу. Это всем известные рисуночные методики. Просто из того, что я слышала, их проводят чуть ли не каждый месяц, с каждой группой. И вообще это выглядит немножко странно в области того, что происходит в детских домах. Если учесть, что психотерапии там нет, а психологического консультирования, ну вот, какое-то тоже не очень понятно. Значит, кто является инициатором общения? Я никогда сам не пойду к психологу. Зачем мне слушать весь этот пред? Они думают, что все о нас знают. Самый популярный ответ. Директор заставляет нас заполнять все, что скажет психолог. Он часто приходит к нам в группу и оставляет анкеты. Если что-то случилось, то нас просят с ним пообщаться, например, обсудить кого-то из группы. Здесь часто рассказывается такая ситуация, что психолог даже сам не идет в группу, чтобы передать опросник, он просит воспитателя это сделать. То есть, чем старше подросток, тем сложнее, видимо, уже коммуникация между психологом и подростком в детском доме. Значит, психолог, конечно, мы не понимаем, зачем он нам нужен. Однажды я рассказала ей о том, что меня беспокоит. Она ответила, что мне уже не помогут никакие молитвы. И вы думаете, я после этого пойду к ней сама? Вот. Ну, вот оно, с одной стороны, смешно, с другой стороны, не очень. Вот мне в большей степени это не смешит после пяти лет работы в детских домах. Как вы думаете, зачем нужен психолог? Значит, вопрос с воспитанником. Что помогать новеньким, когда подаешь в детский дом, не все могут с этим справиться? Наверное, психолог может сделать так, чтобы было легче. Психолог работает с мелкими. Мы часто видим ее в младшей группе. Они там что-то рисуют и обсуждают. Наверное, это потому, что мелким интересно рисовать, а нам нет. Чтобы следить за тем, не сошел ли кто-то с ума и увозить в больницу. Ну, тоже, в общем, частый ответ. Вот. Теперь вопрос о психологам. Проиллюстрируйте образ подростка социального сироты, какой он? Самые популярные, значит, ответы тоже примерно такие. С ними трудно, они никогда не идут на контакт, хотя должны стремиться решить свои психологические проблемы, которых очень много. Чем старше становится, тем бессмысленнее с ними общаться, хамят, беснуется. Все они жесткие, резкие, ругаются матом, курят, не хотят нормально принимать помощь, не понимают, насколько много мы делаем для них. Они плохо учатся, постоянно имеют разные проблемы в школе. Грубые, часто склонные к одессе, сложные идут на контакт, делают вид, что уже взрослые. Они ждут, что когда выйдут из детского дома, будто бы не понимают, что за его стенами их не ждет ничего. То есть оценки такие суровые. Ну, это кадр из Республики Шхид, фильм, который снимал мой наставник по прошлому образованию, Дмитрий Долинин. Ну, просто, что мне кажется достаточно важным, там в фильме иллюстрируется отлично, как педагоги, многие боятся как раз налаживать контакт с подростками, с сложными подростками. В детских домах, как правило, подростки действительно непростые. И очень мало кто пробивается через вот эту условную линию, чтобы к ним вообще подойти. И чтобы с ними как-то взаимодействовать, и хотя бы говорить о каких-то терапиях, о консультировании, о чем-то, в какой-либо работе. Это нужно сделать колоссальную, действительно колоссальную работу проделать. Насколько часто подростки обращаются к вам за помощью? Младшие группы очень часто, мы с ними дружим, а вот старшие, конечно, уже не хотят ничего. Они уверены, что знают, как им жить, и им не нужна помощь никакая. Подростки редко, да и незачем, а не очень понятно, зачем. На самом деле мы так зарыты в бумагах, что времени на то, чтобы с ними адекватно разбираться сейчас нет. Разве что плановую диагностику проводить, это мы, конечно, делаем. Сами редко, но мы часто проводим обследования, поэтому мы достаточно много контактируем, не думая, что кто-то из них обделен вниманием. И вот основной для меня был вопрос, как вы думаете, что ждет их в будущем, этих подростков? Да ничего не ждет, вы посмотрите на них сейчас, они уже свою жизнь выкинули, она им не нужна. Им плевать на людей вокруг, плевать на себя, шляются по дворам, пьют и курят, будто бы мы не знаем об этом. Да и даже экзамены сдать не могут. Я постоянно им говорю думать о будущем, но разве они меня слушают, им все равно. Они уже все для себя решили, им главное скорее сбежать оттуда, вот и что-то у них может там получиться. Здесь хотя бы мы их опекаем. Мы же знаем статистику, кто-то в тюрьму, кто-то еще куда-то. Девочки часто беременеют, и вы думаете, куда они потом своих детей приносят. Конечно, я надеюсь, что некоторые смогут выйти замуж хорошо. У нас есть нормальные ребята, но все это мало процентов. Возникает вопрос, какие перспективы реально могут быть остальных сирот? Ну вот вспоминаем статистику, которую я показывала, которая достаточно наглядно, не буду ее повторять. И вот что тоже показалось нам достаточно таким важным и интересным, что 24 из 27 психологов сказали о том, что их воспитанники не испытывают эмоций. Просто психологи говорят, что их воспитанники не испытывают эмоций, сироты. Сказали, что им все равно на свою дальнейшую жизнь. И я привожу такой вот самый простой срез мышления подростков-сирот по паре ситуаций, просто чтобы проинлюстрировать, как это может быть, может выглядеть. Ситуация. Значит, это все мальчик, 17 лет. Учитель в школе напоминает о предстоящем экзамене. Эмоция, которая первую назвучивает, это равнодушие. Ну вот, с вопросом, что же ты чувствовала тогда. Мысли. Первая мысль. Мне все равно. Ну вот если так разбираться, то, наверное, действительно кажется, что эмоций у него нет, и вот действительно равнодушие. Но стоит с ним чуть-чуть поговорить, как мы обычно делаем в нашем подходе, в когнитивно-похотенческом, мы видим следующую цепь. Мне все равно. Далее я провалюсь, что уже не очень похоже на мне все равно. Мне труднее, чем остальным. Это не имеет никакого смысла. И дальше я ничего не хочу. Другая ситуация. Воспитатель сказал, что я должен думать о будущем. Эмоции озвучиваются тоже равнодушие. Мысли. Это глупо. У меня нет будущего. О нем лучше не думать. И страшно думать о будущем. То есть, ну, как бы развивается совсем по-другому. И вопрос возникает, действительно ли им все равно на свою дальнейшую жизнь. Или, ну, например, им страшно о ней думать. Вот. Временная перспектива жизни. Почему мы берем ее? Ну, тоже не буду давать слишком много определений этому понятию. Его ввел Зимбардо, мы по нему работали. Значит, временная перспектива жизни отражает направленность распределения жизненного опыта, а в конце акцент и особенность восприятия, вектор фиксирования на прошлом, настоящем и будущем. У каждого отдельного человека они будут нести свой уникальный тон и смысл. И что вот является чуть более важным, временная перспектива, ориентация на прошлое, настоящее и будущее представляет собой фундамент для формирования человекного поведения. Так, чувство вины является ориентацией человека по направлению к его прошлому опыту, стремление к достижениям наряду с надеждами и мечтами устремляет его в будущее. То есть здесь мы уже видим некоторую связь с тем, о чем мы говорим обычно при работе в Манхеллусе, то есть о распределении вообще нашего внимания на разных отрезках времени и на том, где же человек застревает в большей степени. Мы провели, естественно, много диагностик, и я их так в общих чертах тоже представлю. Уровень, это значит, сирота на период выпуска из одновременной школы, из детского дома, то есть там примерно 17 лет. Уровень тревожности 63% высокий, 37% умеренный. Солодающее поведение преобладает неадаптивное, подавление эмоций, агрессивность, активное избегание. Осознанность и внимательность, низкая способность к описанию, безоценочность и нереагирование на наблюдение, осознанность и действие. Это вот все, что касается Манхеллус, измерения методики. Смысл жизни, ориентация, слабо сформированы жизненные цели, низкий уровень осмысленности жизни, низкая оценка процесса жизни, локус контроля преимущественно внешний. Восприятие жизненной временной перспективы, фаталистическое или гидонистическое настоящее, то есть подразумевается, что либо... Дети думают примерно так, я сирота, как бы мне вот уже вот так все сложилось, то есть ничего, в принципе, поменяться не может. Либо гидонистическое, то есть мне все должны, и я, в общем-то, готов это требовать. Негативное прошлое или идеализированное прошлое, то есть, опять же, либо я сирота, ну, все было там плохо, и оно, кого будет продолжаться таким же, либо идеализированное прошлое, то есть вот когда я был в семье, неважно какой, все было еще хорошо, а вот сейчас совсем плохо. И дальше будет хуже. И низкое представление о будущем. Вот низкое представление о будущем мы очень много, по-разному пытались измерить. В методике по незаконченному предложению было интересно наблюдать за тем, что дети из семей, почти что все писали, когда писали о будущем, то есть фраза была что-то типа «в будущем будет», многоточие. Все писали там «я туда-то, туда-то поеду, я поступлю в такой-то университет, у меня будет то и то». У сирот будущее было как будто без них. То есть было описание там «в будущем будет, я не знаю, война в России». Ну, то есть вот что-то такое. Но как бы не было практически ничего, что связано вот со мной, с самим человеком. То есть есть ощущение, что у сирот действительно нет у них такого представления о будущем, потому что оно у них как бы и… Ну, вот в связи с тем, что описывают психологи, сложно понять еще как бы как у них будет формироваться вот это вот представление о будущем. Есть ли возможности у психотерапии? Это мы задались этим вопросом, потому что психотерапией мы знаем, в детских домах с собой никто не занимается. И мы провели эксперимент. Мы вот работали в основном над тревожными депрессивными состояниями, временной жизненной перспективы, смысложительными ориентациями. И это как раз все, что нам дает вот третья волна. То есть опирались мы на основанную на осознанность и редукцию стресса, на когнитивную терапию, основанную на осознанности и на терапию принятия ответственности. Я не буду подробно рассказывать ни про майнфлумс, ни про акт, потому что подробно можно об этом узнать на семинарах, которые будут в понедельник и во вторник, где будут освещены полностью подходы. Вот я расскажу только о результатах, ну, чуть-чуть буквально, что мы имеем в виду подосознанность, да? Безоценочная осведомленность, возникающая в результате сознательного направления внимания на настоящий момент развертывающегося опыта. И еще прочту нижнее определение, которое тоже достаточно хорошо подходит. Значит, это внимание, которое мы направляем намеренно на настоящий момент безоценочно к существующему положению вещей. Результаты программы. Значит, мы выделили четыре группы, ну, мы, на самом деле, это я, и поэтому их мало, детей, потому что это было сделать очень сложно одной. Значит, четыре группы подростков 16-17 лет, каждая стояла из десяти человек, всего, соответственно, сорок участников. Для частоты эксперимента мы брали группы из разных учреждений, чтобы не было такого, чтобы мы видели, например, один был более-менее благополучный детский дом. В первых двух случаях мы брали только добровольцев, в других случаях мы собирали подростков просто из нужных возрастов и группы включали принудительно. С каждым участником в течение года были проведены 10 групповых встреч и 5 индивидуальных психотерапевтических сессий. То есть вот в формате когнитивной терапии, а групповые были больше в подходе к когнитивной терапии, осознанности. То есть 15 встреч на каждого человека. Что такое основанное на осознанности когнитивная терапия? Это подход, разработанный на базе программы снижения стресса, который создал Габадзин, и соединяющая концепцию осознанности в майнхолме с идеями когнитивной психологии для решения психологических проблем пациентов. Вот на чем хочется остановиться, что основная цель – освободить пациентов от склонности автоматически реагировать на мысли, эмоции и события жизни. У создателей понятно. Здесь приведена модель АКТ. В принципе, я понимаю, что работали мы в большей степени по ней. То есть мы говорили о некой Я-концепции, на которой они могут застрять, и на которой они могут очень сильно концентрируясь на том, что, например, я срота, я такой, я нежеланный, меня не принимают, меня не любят и так далее. Это очень сильно обуславливает их ощущения. Далее мы работали над снижением вот этой спутанности когнитивной, то есть в классическом, в принципе, КПТ-подходе. Мы работали над принятием своего, в принципе, того, что они уже имеют на данный момент. То есть достаточно серьезно старались работать над тем, чтобы они поняли, что да, как бы в их жизни были определенные вещи. И здесь во многом отвлекается то, что говорил Николай Павлов. Действительно, некое сопереживание к себе и к своей истории. Но при этом необходимо было также проговорить и про ответственность. То есть да, в моей жизни там было то и то. стало как бы и сейчас я имею возможность, имею возможность на поле уже выбрать что-то наиболее актуальное, чтобы дальше было как-то иначе. Вот. Далее мы проговаривали ценности, вообще пытались разобраться, есть ли какие-то ценности, то есть насколько их можно на себе найти. Если их нет, то где их взять, как их пробудить, через что, какими методами. И вот мы на них выходили в очень много групповых занятиях. И выходили на здесь и сейчас, то есть на контакт с настоящим моментом, со всеми внутренними состояниями, внешним миром. На эмоции вообще, на то, что они чувствуют, почему они так чувствуют. Ну, очень, да, коротко получается это описать, конечно, потому что это была сложная пятилетняя работа. Осознанность как аспект формирования. Собственно, почему я это называю так? Потому что человек, находящийся в настоящем, особенно сирота, он, как правило, циклится, это очень хорошо наглядно видно на них, на этой группе, он смотрит либо назад и опирается на ту концепцию, которая у него уже по поводу себя, очень четко выстроена. То есть у меня уже в жизни ничего не может быть, потому что там было так. Соответственно, сейчас я ничего не делаю для изменений, я как бы опираюсь только на прочую картинку. И, соответственно, в будущее я даже смотреть не хочу. Ну, то есть это очень страшно. Вот. И прорабатывая человека в настоящем, в осознании себя в настоящем, получается, что мы можем работать и в направлениях других. Результаты программы. Вот из 40 выпускников 2016 года, которые были выпущены из детского дома и школы, у нас, значит, получилось следующее, что 24 человека поступили в высшее образовательное учреждение. Ну, я не буду приводить снова эту статистику страшную, которую я показывала вначале два раза, но можно понять, что несколько отличаются данные. Хотя, конечно, только год прошел, и вот в сентябре я буду делать второй уже такой срез, смотреть, что через два года произошло. Значит, 24 поступили в высшее образовательное учреждение, семь продолжают учиться в колледжах довольно успешно. 29 из 40 нашли работу, двое вступили в брак, двое выиграли крупное соревнование по танцам. Это то, чем они занимались еще в детском доме. Один переехал жить в Германию, один устроил саработать в детский дом, и 32 из 40 участников в течение года участвовали в праздниках, проходящих в детских домах, где они росли. Мы продолжаем поддерживать связь с этими детьми, то есть, в принципе, все они как бы выходят на связь, они продолжают пытаться как-то что-то читать по терапии. Ну, кстати говоря, из этих 24, наверное, половина точно пошли на психологические факультеты, а так уж вышло. Но мы считаем, что это все равно очень большой успех, потому что по проценту более 50% как бы поступили в вышку. Это очень хорошо. У меня, к сожалению, нет таких же данных, чтобы показать, например, из остальных обследуемых мной ребят, какие результаты были у тех, с кем мы не работали, потому что, к сожалению, связаться с ними после их выпуска очень сложно. То есть, если я с ними контакт не поддерживаю еженедельно, они теряются за секунду, чтобы как бы что-то выявить. Поэтому мы имеем только общие статистики, общие взгляды. По тем детским домам, с которыми я сотрудничаю, я знаю, что процентов только 20 стандартов поступает, например, в высшее учреждение. У нас это получалось больше 50%. То есть, ну, некую, наверное, пользу мы в этом видим. Хотя, конечно, еще будем работать над тем, чтобы сверить, насколько это эффективна именно программа. Насколько это просто, я не знаю, нам повезло. Дети просто прекрасны. Спасибо за внимание. Если какие-то вопросы будут дополнительные, то можно связаться по им моему. Ну и рады ответить, что буду сейчас на что-нибудь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, мне коллеги, вопросы? Хочу заметить, вообще огромное спасибо хотела сказать. Ну, до мурашек, ваша работа. И я думаю, что хотелось бы на самом деле сотрудничать с юмидиар-ассоциацией, группа товарищей, люди, которые работают с романтическим опытом. Ну, низкий поклон вообще-то в то, что вы здесь изложили. Если понимать, какая это работа, то просто что-то не нравится. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какие-то еще предложения о сотрудничестве? Есть. Сотрудничество мы любим. У вас, у вас, у вас, у вас? Я довольна вам поговорю. Именно, опять же, большая благодарность вам. Потому что о том, о чем вы сейчас говорили, это очень трудный вопрос в нашем государстве, в Санкт-Петербурге, потому что детей много. И впечатление под статистикой, которую нам предъявляют на конгрессах, что их не уменьшается количество. И, конечно, вот в этом вопросе, чтобы помочь этим фактически, некоторые типа изгоев даже делают. Это очень печально. И если по возрастам мы посмотрим этих детей, то важно еще изучить, каким образом у нас получается такое количество сирот. Потому что, опять же, это, наверное, глубокий вопрос, который мы сейчас не будем поднимать. Потому что, значит, что-то с ними происходило такое, что с их родителями тоже, что они стали сиротами вот эти 40 человек, которых вы охватили своим вниманием. Но дело в том, что важно, как помочь всем этим. Это очень печально, потому что, на самом деле, в наше 21 веке. Но ваша работа крайне трудна и уважительна, потому что вы делаете благороднейшее дело. Их вы, вы тайской, если, может быть, со дна, некоторые на дне уже лежали, пытаетесь им вкусить все-таки что-то хорошего, что и есть у нас. Спасибо вам огромное. Потому что тяжелейший раз был у вас. Спасибо вам. Нет, я так скажу. Спасибо за проделанную работу. Очень интересно. А есть ли у вас какая-нибудь статистика по несиротам, какое количество их уходит в тюрьмы, какое количество из них заканчивают жизнь? И куда они хотят тоже идти? Да-да-да, с обычными школьниками, которые там 9-11 класса. Да, конечно, есть. Но так как это мое диссертационное сайт, у меня там есть все и по всем. Просто здесь я понимала, что в рамках времени невозможно все осветить. Статистика, да, достаточно благополучно, естественно, там есть разные тоже, скажем, в связи там с доходом родителей, в связи с разной социальной обстановкой будут разные выборки и разные уже несколько показателей, да, этой статистики. Но, конечно, они не такие. Даже количество суицидов намного ниже из семей. Процент ниже. Процент ниже, да. Но у меня есть данные, если вам будет интересно, то я могу потом показать, потому что мне здесь не публиковало. И на память не скажу сейчас корректно. Да, конечно, есть. Планируется ли разрабатывать какие-то мероприятия для формирования у них не только осознанности, но еще и ответственности? Ну, так как я сказала, что мы работали в большей степени терапией акт, то есть принятие ответственности, там как раз было очень много обязательств о том, как эти действия, да, материализовывать, как к этому подходить, то есть чтобы в меньшей степени было избегание, которое у них было очень сильно выражено. Вот, то есть это все связано. Когда мы говорим о ценностях, это непосредственно связано с ответственностью. Когда мы говорим о свободе, это тоже непосредственно связано с ответственностью. Ну, то есть все переплетено и все это было. Просто как это сделать в программе, ну, я пока не представляю, как это может быть при настоящей системе в нашей стране, как это может быть реализовано в детских домах. Вот я не представляю, к сожалению, абсолютно. И от этого печально. Отслеживали мы, ну, мы специально их так разделили, чтобы отслеживать, и разницы не было вообще никакой. То есть я как раз, у меня было предположение, что есть дети, которые более, в принципе, к психологическому какому-то воздействию, ну, готовы, да, к которым это интереснее и так далее. Они будут изначально более благополучными из вот этой категории. Вот. А факту получилось то, что вообще никакой разницы нет. Ну, статистически доставляют, естественно. Ваша работа, конечно, не столь масштабна, потому что вы не можете просто физически охватывать. Они, если вы работаете с психологами, судя по их высказываниям, они не очень заинтересованы. Да. Смотрите, я по диагностике, у нас очень масштабная работа по диагностике была. То есть она именно коррекционная была, здесь не такая маленькая. Вот. В принципе, ну, как я это себе вижу после защиты диссертации, я бы издала некие рекомендации, и это было бы, распространялось бы по детским домам, у меня есть связи, то есть это можно сделать. Именно по такому подходу. Но вот по-другому, опять же, я пока что это не вижу. Потому что либо это должны быть не психологи, а психотерапевты все-таки, либо должны быть хотя бы консультации индивидуальные. Но как бы вот из того, что я наблюдала, к сожалению, это вот как-то пока сложно мне видеться. Даже в Санкт-Петербурге, а у нас много других городов, и в регионах это проблема совсем другая. Во всем другом уровне. Вот. Спасибо большое. Мне очень понравилось. И у меня возник вопрос, что сами психники, ну, как они озвучивают, если вот такой вопрос к ним был, что им помогает при выпуске и в последующей жизни достигать вот своих целей, что им помогает, как они могут сами им озвучивать? Конкретно такой вопрос, наверное, не задавала, вот. Но мы с ними очень много общаемся, и я думаю, что именно общение с ними, как с личностями, на последних, особенно, периодах обучения, да? То есть они сталкиваются с двумя колоссальнейшими кризисами, которые однозначно будут травматичны. Это что выпуск из школы, что выпуск из детского дома, где они полностью меняются, да? То есть это совсем другая атмосфера, в которой они попадаются в другой уровень. Вот. И в связи с этим, как бы, если с ними на этом этапе не проводить какого-то сопровождения человеческого, где будут обсуждаться не только какие-то формальные аспекты, а где будут все-таки какие-то глубинные их струны затрагиваться, вот, то, ну, мне сложно представить, как это может быть благополучно. Потому что вот у них, опять же, уровень тревоги высокий, и рисуя с ними семьи и дома, ну, как бы, я думаю, что это просто мы к этому не придем. Вот. Ну, опять же, я, как бы, не хочу обесценивать работу психологов. Просто вот из моих наблюдений, ну, это было просто не самым таким вот конструктивным. Дети, ну, подростки, мне сложно назвать их детьми, они взрослые люди, они озвучивают, конечно, что для них важно именно, может быть, они не настолько понимают саму психотерапию, ну, то есть они не могут ее оценить, да, но они понимают, что для них важно, что с ними стали говорить, как с людьми, говорить о тех реальных проблемах, которые беспокоят, и главное, помогать им осознать, что это есть. То есть то, что это не безразличие, а то, что это, например, реально безумный страх. Бол до себя. И то, что это нормально. Ну, бояться того, что ты сейчас выпустишься, непонятно, что будет там вообще абсолютно. Там за стенами детского дома ты сильно никому не нужен. Совсем новый, ну, как бы, другой мир. То есть вот это является, ну, чем-то таким, ну, для них, мне кажется, переворачивающим. Ну, опять же, как это реализовать вот на масштабе я пока не представляю. Спасибо большое за доклад. Это лично для меня важно, потому что в 2005 году я написала диплом на тему вопрос будущего детей-сирот. И, получив те результаты, у меня осталось чувство бессилия. Сейчас у меня просто... Что-то бессилие усилилось? Бессилие ушло. Вопросы из разряда любопытства. А вы с этими детьми, вы поддерживаете контакт, вы с ними общаетесь. Они к вам обращаются за советами, да, наверное, за какой-то поддержкой. Возможно, это оказание какой-то психологической помощи. Каким образом у вас сейчас строятся отношения после исследования? И считаете ли вы, что это оказывает влияние на те результаты, которые вы получили? Ну, да, это такой провокационный вопрос. У меня личное мое ощущение, то, что я себя чувствую, как когда я была вожатой в лагере, что-то такое. Вот, наподобие. То есть ты становишься как бы неким все равно значимым взрослым для этих людей. И это, ну, меня сложно оценить, хорошо или плохо. Наверное, в данном контексте, в данных результатах это все-таки более хорошо, чем нет. Ну, вот, если в таком оценочном. Сейчас я с ними стараюсь взаимодействовать все-таки формально. То есть мы с ними и там взаимодействовали формально. Я с ними общалась только во время этих сессий, консультаций и так далее. Но до этого был очень долгий срок установления контакта. То есть мне приходилось просто быть в детском доме, что-то как-то вот пытаться поводить на какую-то просто полутовню, чтобы они вообще хоть как-то приняли меня как вот человека внутри всего. этого учреждения. То есть, ну, здесь сложно описать, как это работало в плане привыкания. И, соответственно, какие механизмы дальше работали. У них сейчас нет потребности в общении со мной, что я считаю, хорошим показателем. Они сами редко выходят на контакт, потому что у них всех там свои жизни активные очень. Ну, кто-то в Германии уже живет, а я еще в России. Поэтому как бы, ну, по-разному, по-разному получается. Но, по крайней мере, они все просто знают, что там, например, я еще не защитила диссертацию, надо отвечать на мои звонки. Вот мы работаем сейчас по такому принципу, вот, что, как бы, мне еще нужна диагностическая их помощь как-то в чем-то. Вот. Но вот как на терапию влияло? Ну, наверное, во многом влияло. То, что они видят, что человеку не все равно, и то, что столько времени я трачу. Просто вот не работая там, как бы, да, а вот просто в таком плите. Ответила нет. Если что, потом отвечу подробнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...